С отчетом о работе правительства выступил перед депутатами Забайкальского парламента глава региона. Несмотря на то, что исполнять обязанности руководителя края Александр Осипов начал только в конце октября 2018 года, за это время удалось сделать первые шаги к положительным изменениям в важных сферах жизни забайкальцев. Одним из важных этапов в развитии региона стало вступление в ДФО. Благодаря этому на территории Забайкалья стала возможной работа всех преференциальных программ по развитию Дальнего Востока. За небольшой период времени краю удалось войти в 11 из 12 национальных проектов, что позволит привлечь в региональный бюджет за три ближайших года более 23 миллиардов рублей. Эти средства будут потрачены в том числе и на реализацию программ в сфере медицины и образования. Планируется реализовать по здравоохранению мероприятие на почти 6 миллиардов рублей. Будут построены 66 фапов, проведен капитальный ремонт семи больниц. Две больницы будут спроектированы и построены. 1,2 миллиарда рублей мы управляем на укомплектование медицинским оборудованием лечебных учреждений. Будет приобретено 203 квартиры для медицинских работников края, там, где испытывается дефицит с кадрами. Из них 75 квартир в 2019 году. В 2019 году приобретается 52 машины скорой помощи. Закономерным в сложившейся ситуации стал вопрос медицинской общественности о необходимости назначения нового министра здравоохранения, который озвучила депутат Татьяна Белоклиницкая. Мы отдаем отчет о высоких требованиях к министру. Мы отдаем отчет о высокой мере вашей ответственности, так сказать, к выбору кандидата. Но, тем не менее, чем дольше организм функционирует без нового, тем не обращение изменения наступает. На этот вопрос глава региона ответил, что, исходя из непростой ситуации с предыдущими руководителями министерства, сейчас нет возможности для быстрого решения, чтобы вновь не допустить кадровой ошибки. Отдельно в отчете Александр Осипов остановился на сфере образования. На образование выделяется 8,1 миллиарда рублей. В частности, строительство 8 школ, капитальный ремонт 28 школ и детских садов, создание 2650 мест в Яслях, ремонт 17 спортивных залов в сельских школах, создание трех детских технопарков в Кванториум, капитальный ремонт 119 объектов в школах. Приобретение в 2019 году оборудования, учебного оборудования и производственного для семи колледжей техников на 172 миллиона рублей. В частности, глава региона рассказал об остром коммунальном вопросе образовательной сферы, оснащение сельских школ теплыми туалетами. Также мы получили дополнительные денежные средства в размере 265 миллионов рублей на завершение оборудования школ края теплыми туалетами. Предусматривается восстановить или построить новых 165 теплых туалетов и восстановить 37 существующих. В диалоге с парламентариями Александр Осипов отметил, что за время руководства регионом он многократно сталкивался с недовольством жителей властью на местах. Эта ситуация заставила задуматься правительство края о необходимости перехода на систему назначения управляющих кадров. У нас большинство муниципальных руководителей выбирается прямым голосованием. Большинство руководителей районов и поселений абсолютные. Причем, отмечу, мы специально делали анализ практики. В Российской Федерации в целом в регионах ситуация не такая. Во многих случаях есть назначение руководителей и поселений районов. И есть назначение в виде конкурса, когда предъявляются профессиональные требования, когда оценивается предыдущий опыт руководителя. В этой связи, я думаю, что, наверное, надо усиливать в том числе влияние руководства края на оценку и на контроль того, как работают различные руководители местного самоуправления. И искать формы, каким образом, если эта работа проходит с недостаточным качеством результатов, как принимать своевременные решения с тем, чтобы это не продолжалось годами. Отчет о работе правительства хоть и вызвал немало вопросов, но в целом депутаты законодательного собрания и независимые эксперты дали ему положительную оценку. В сутках у всех 24 часа, а чтобы у наших министров было 25 часов. И хуже не будет, только лучше. Какой-то шаг они сделают больше в этот день, чем обычно. Краю нужны изменения. Естественно, изменения положительные. Такие изменения, они начались. Может быть, сегодня в отчете действительно справедливо прозвучало из уст Александра Михайловича о том, что идут они не так быстро эти изменения. Но мы все реально понимаем, они не могут быстро идти. Но сам факт, что они начались и положение меняется, мы, конечно, безусловно видим. Ключевым на заседании Забайкальского парламента стал вопрос о досрочных выборах губернатора региона. По решению депутатов они пройдут 8 сентября 2019 года. Будет ли среди кандидатов Александр Осипов? Мое внутреннее решение, надо делать работу. Но окончательное решение, вот именно в этой необходимости я хочу, чтобы приняли люди все-таки. Чтобы выяснить мнение забайкальцев по поводу самодвижения кандидатуры Александра Осипова на пост губернатора Забайкальского края, мы решили провести опрос на ресурсах телекомпании «Альтес». Высказать свое мнение вы можете в наших группах на Фейсбуке и ВКонтакте, а также прислав сообщение в Вайбер или Ватсап на номер 8996-021-0135. Сообщения принимаются до 23.00 6 июня. Своё мнение вы также можете высказать через СМС на короткий номер 5115. Кодовое слово «Выбор». Варианты ответов «Да», «Нет» не определился. Участие в опросе бесплатно. Анна Хвостова, Анатолий Тюльнев, Андрей Шаронов. Время новостей.